Анатолий Попанов, народный артист Советского Союза, актер и режиссер. Снялся почти в ста фильмах, большинство из которых вошли в Золотой фонд советского кинематографа. Почти столько же мультипликационных персонажей, которым Попанов подарил свой голос. Самый известный из них, конечно же, Волк из Ну Погоди. Знаковыми стали его роли Камбрига Серпилина из Живых и Мертвых, Николая Дубинского из Белорусского вокзала, Кисы Воробьянинова из Двенадцати стульев, Кополыча из Холодного лета, 53-го. Именно в этой картине Анатолий Дмитриевич сыграл свою последнюю роль, за которую был удостоен государственной премии СССР посмертно. Актера не стало летом 1987 года, но его творческое наследие остается нетленным и любимым людьми. Детство и юность, Вязьма, Москва. Анатолий родился осенью 1922 года в семье военного Дмитрия Попанова и модистке Елены Росковской из Вязьмы. Отец служил в военизированной охране железнодорожного узла. Мама работала в швейном ателье, изготавливала шляпки, шила платья для местных модниц. Любовь Елены Болеславовны к мужу была настолько сильной, что она, полячка-католичка, приняла православие, чтобы выйти замуж за Дмитрия Филипповича по всем канонам. В православных традициях они жили и воспитывали двоих детей, старшего Толика и младшую Ниночку. Мальчик обожал родителей, стремился быть похожим на отца. Попанов старший с юности был увлечен театром, участвовал в самодеятельности вместе с женой. Толю и Нину родители тоже брали на репетиции, а когда дети подросли, их стали задействовать в спектаклях. В начале 30-х годов Попановы переехали в Москву. Отец устроился на склад заведующим, мама – модисткой в ателье. Поселились они рядом с хлебозаводом, в районе Малых Кочек, сейчас это улица Доватора. Толе пошел в школу, но учиться ему не нравилось, не удавалось увлечь его и книгам. Он был влюблен в кинематограф и театр. И когда неподалеку от дома открыли драматическую студию в клубе Коучук, стал большую часть времени проводить там. Так как денег в семье не хватало, Толе перевелся в вечернюю школу, а сам устроился литейщиком на ширикоподшипниковый завод. Когда Анатолию было 15, он попал на съемки картины Михаила Рома «Ленин в октябре», где сыграл свою первую эпизодическую роль – «Матрос из массовки». В самодеятельной студии тем временем ставили спектакли «Укращение строптивой» – Попанов, Гортензия, Васа Железнова, Попанов, Пятеркин. Репетировали в «Адивиле». Актер Вахтанговского театра Василий Куза руководил студией, приглашал своих коллег, которые учили артистов-любителей грамотной речи, танцам, фехтованию. Юный Анатолий очень стеснялся, когда в трупе начинались разговоры о литературе. Он даже школьную программу освоил кое-как и боялся, что его спросят о герое произведения, а он не сможет ответить. Чтобы побороть стыд, он стал захаживать в библиотеку, увлекся чтением, да так втянулся, что больше не представлял жизни без классики. Помимо того, в клубе юноша записался в изо-студию, учился играть на домре, посещал класс хорового пения. И трудился на заводе, с которого однажды попал в следственный изолятор бутырки. Причиной тому стала кража деталей кем-то из рабочих. Те девять дней, проведенных в заточении, Попанов вспоминал до своих последних дней. Так, на съемках «Холодного лета» он рассказывал коллегам. Ощущение несвободы и беспомощности в сознании засело крепко, ужасался, когда представлял себе, что чувствуют люди, проведшие в неволе гораздо больший срок. Война. В 1940 году Попанова, как и других его сверстников, призвали на воинскую службу. Служил сначала под Саратовом, затем проходил обучение в Оренбургском артиллерийском училище, где его и застало страшное известие о начале войны. Я читал фамилии незнакомых мне людей, а когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальный, представлялась мне смерть в окопах той страшной войны. Так часто дышала она мне прямо в лицо. В июле 1941 года их взвод из 42 человек перебросили на защиту Харькова. В первом же бою, после двух с половиной часов, в живых осталось несколько человек. Погиб его друг Алик Рафаевич, учившийся на операторова в ГИКе. А оставшихся доукомплектовали и снова отправили в бой. Зимой 1941 года Анатолий попал вместе с фронтовыми товарищами под бомбежку. Живым остался лишь он один, был контужен и тяжело ранен. Осколок снаряда повредил ногу. Анатолия ампутировали два пальца и, несмотря на протесты бойца, присвоили третью группу инвалидности, а это значило отправку в тыл. Кто-то другой, может быть, был бы рад спастись, убраться подальше от фронта. Но Попанов видел в этом проявление трусости. Сознание собственной неполноценности терзало юношу. Он сумел устроиться на работу лишь сторожем, ходил с трудом, опираясь на палку. От отчаяния Попанов однажды зашел в Каучук, где так часто бывал до войны. В студии оставалось несколько артистов, одна девушка и три старушки. Анатолий предложил сделать программу и выступать с ней в госпиталях и перед рабочими заводов. Везде, встречая теплый прием, он решил, что станет артистом, и в 1943 году пришел поступать в ГИТИС. Перед приемной комиссией прочитал стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста». На втором курсе был недобор мужчин, поэтому его зачислили сразу туда. Студенты вуза делали постановки, отрывки из пьес, с которыми выезжали на фронт давать концерты. Попанов на всю жизнь запомнил, с какой жадностью и благодарностью воспринимали их появление бойцы. Искусство помогало всем хоть ненадолго обрести душевное успокоение. Но в институте ему приходилось трудно. Из-за собственной хромоты в студенческих постановках он всегда был на вторых ролях. К тому же, ему так и не удалось исправить шипящий акцент, появившийся из-за неправильного прикуса. Который, впрочем, через много лет станет его узнаваемой чертой. Но пока что он заставлял себя через боль заниматься танцами, делать гимнастику. И в итоге на четвертом курсе уже мог ходить без ненавистной ему трости. Театр. С окончанием войны кончилась и учеба Анатолия. В 1946 году его вместе со всем курсом направили в Литву создавать в Клайпеде русский драматический театр. Город был тихим и пустым. Выпускники Гитиса не сразу освоились в небольшом театре, на балконе которого их встретила надпись «Здесь выступал Гитлер». Но Папанов спокойно пошутил, отвыступался, и актеры начали репетировать. На сцене в Клайпеде Анатолий сыграл свои первые театральные роли. Он был Сергеем Тюлениным в «Молодой гвардии», Тристоном в «Собаке на сене», Леонидом Борисовичем в «Машеньке». Постановки шли поочередно, один вечер спектакля давала литовская труппа, второй – русская. В 1948 году он с женой, актрисой Надеждой Каратаевой, приехал в Москву, в свой первый заслуженный отпуск. Там они встретили на прогулке Андрея Гончарова, своего преподавателя из Гитиса, который в прошлом высоко оценивал профессионализм Папанова. Он и пригласил актера в театр сатиры, где как раз работал режиссером и ставил спектакль «Вас вызывает таймыр». Ему нужен был исполнитель роли матроса Ашота Месьяна. Папанов согласился. Позже в этот же театр устроилась его жена, переехавшая из Клайпеды. Анатолий Дмитриевич прослужил в театре почти 40 лет, создав за это время более 50 сценических образов. Наиболее яркими стали его роли боксера в «Домокловом мече», «Корейка в золотом теленке», «Воробьянинов в 12 стульях», «Манган в доме, где разбиваются сердца», «Макарыч в ремонте», «Фамусов в горе от ума». Один из первых спектаклей «Мешок соблазнов», где Папанов играл Джека Холидея, запомнился ему надолго. Дело в том, что артисты-труппы очень любили разыгрывать новичков, и однажды прибили к полу мешок, который он по сценарию должен был поднять. Папанов дернул раз, дернул два, а на третий раз просто оторвал реквизит вместе с гвоздем и куском доски под всеобщий хохот. Анатолий сам любил пошутить, поэтому отнесся к розыгрышу коллег с юмором. Для лучшего погружения в каждую роль у артиста всегда был в запасе арсенал деталей, которые он наблюдал, подмечал за другими людьми везде, даже на футбольных матчах. Газетка или кепочка, характерный жест или словцо, и вот уже персонаж Папанова на сцене кажется соседом, живущим рядом или знакомым бюрократом, под чьими дверьми пришлось просидеть почти весь день. В 1987 году Анатолий Дмитриевич впервые выступил в родном театре в качестве режиссера и поставил спектакль «Последние» по произведению Максима Горького. Кинематограф. Сложнее было с ролями в кино, где Папанов дебютировал почти в 40. Он появился вместе с Юрием Яковлевым и Сергеем Юрским в сатирической комедии, начинающего еще Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда», сыграв начальника экспедиции Аркадия Крахалева. Однако фильм лег на полку, цензоры сочли его безидейным и антихудожественным. Далее была роль художника-скульптора Николая в фильме «Приходите завтра». Но в нем вместо голоса Папанова звучал голос Евгения Ташкова. 1964 год принес Папанову государственную премию братьев Васильевых за роль комбрига Серпилина в драме Александра Столпера «Живые и мертвые», после чего актера стали приглашать в кино. За свою кинематографическую жизнь он сумел создать десятки запоминающихся образов. Это и тесть Семицветова в комедии «Берегись автомобиля», и Лелик из «Бриллиантовой руки», и Атаман Ангел из «Адъютанта его превосходительства», и Киса Воробьянинов из «Двенадцать стульев», и Николай Дубинский из «Белорусского вокзала», и Владимир Дмитриевич из «Времени желаний». Его голосом с неподражаемыми интонациями разговаривает почти сотни мультипликационных персонажей, главный из которых — «Волк» из многосерийной эпопеи «Ну, погоди». Впоследствии Папанов возненавидел этот мультфильм. «Волк» перегрыз всю мою актерскую биографию. И действительно, видя его на улице, дети и взрослые тыкали пальцем с криками «Волк». Популярность в принципе тяготила Папанова. Он никогда не афишировал известность, одевался неброско, а начитанность прятал за маской простоты, хотя из-под нее то и дело проглядывал настоящий Папанов. Личная жизнь Анатолия Папанова. Папанов всегда был абсолютно верным человеком. Одна любовь, одна жена, один театр. Со своей единственной любовью и женой Надеждой Каратаевой Папанов познакомился в ГИТИСе. Оба приходили на занятия в военной форме, этим девушка и привлекла внимание Анатолия. Оказалось, Надя тоже была на фронте, работала в санитарном поезде. Фронтовое прошлое сблизило нас, мы стали общаться, вместе сидели в библиотеке, готовясь к занятиям. И как оказалось, жили они тоже почти рядом. Расписались сразу после первого дня победы, в 1945 году. Семейную жизнь начали за перегородкой в комнате коммунальной квартиры. Порой играли в спектаклях вместе «Гнездо глухаря», «Родненькие мои». Одно время после переезда в Москву Папанов стал налегать на спиртное, что становилось причиной ссор с женой. Начал он пить во время карьерного затишия, а когда все с работой пошло на лад, просто не смог прекратить. Нина Юрьевна вспоминала, как он и актер Евгений Вестник проехали в вагоне ресторане «Ленинградской стрелы» сначала из Москвы в Ленинград, а затем обратно, выпивая и веселясь, несмотря на то, что Папанова ждали на репетиции. Пить и курить Анатолий Дмитриевич бросил в один момент после похорон своей мамы. И когда видел, как молодые актеры переходят грань дозволенного, говорил «Не по таланту пьешь». Он знал, о чем говорит. С тех пор семейная жизнь пошла на лад. Появились и новые, интересные роли. Долгожданная дочка Елена родилась у пары лишь в 1954 году. Сейчас она известная актриса. Елена подарила отцу двух внучек, Надежду и Марию. Надежда Каратаева пережила мужа на 28 лет, скончавшись в октябре 2019 года. Анатолий редко распространялся о своей личной жизни. Артист не должен быть прочитанной книгой для зрителя, писал он в своих записях. А уж выставлять на показ свою личную жизнь и вовсе не годится. Несмотря на довольно высокий заработок к концу жизни, он опасался пустых трат. Любому виду досуга предпочитал вечер в кругу семьи. Любил приехать на дачу и покататься на велосипеде или погулять в одиночестве. Один на один с собой ему никогда не было скучно. Коллеги вспоминали, что у Анатолия не было какого-то осязаемого хобби. Его не интересовали ни охота, ни рыбалка, ни коллекционирование. Он действительно жил актерской профессией и все мысли посвящал ей. Смерть и наследие. В последние годы жизни Анатолий перестал сниматься, но увлеченно преподавал в ГИТИСе. Однажды прочел сценарий Эдгара Дубровского «Холодное лето 1953» и сам предложил себя на роль полициключенного Николая Старобогатого, Капалыча. Съемки проходили под Петрозаводском. В последний день режиссер Александр Прошкин уговаривал Анатолия Дмитриевича остаться в деревне Руга еще на пару дней, отдохнуть, а потом вылететь из Петрозаводска в Ригу, где его ждали жена и гастрольный спектакль. Но артист переживал о своих учениках в ГИТИСе, хотел проверить лично, как их разместили в общежитии, и улетел в Москву. Попановы не дождались в Риге, и жена забила тревогу. В их московскую квартиру приехал зять, который не смог открыть дверь, пробрался в дом через соседский балкон. Он и нашел Анатолия Дмитриевича. Он сидел на крае ванной, холодная вода из душа лилась ему на голову. Врачи констатировали смерть от сердечно-сосудистой недостаточности. Это был не инфаркт, а сердечный спазм. И если бы артист находился дома не один, его можно было бы еще спасти. Дочь Анатолия уверена, что приступ случился из-за того, что в доме в тот день не было горячей воды, и он решил помыться холодной, а лето было удушливым. Сердце могло не выдержать перепада температур. Ему было всего 64 года. Возраст солидный, но непреклонный, и до этого никаких проблем со здоровьем у Попанова не было. Он часто купался в прохладную погоду в озере. В день похорон гроб с телом выставили не в зрительном зале, а в фойе. Коллеги остались на гастролях, но проводить любимого артиста в последний путь пришло огромное количество людей. Похоронили Попанова на Новодевичьем кладбище. Спустя год вышел фильм, в котором он сыграл последнюю роль и за которую был посмертно награжден государственной премией. В финале голос Валерия Приемыхова напомнил зрителям, что это последняя работа артиста. Режиссер «Холодного лета» Александр Прошкин позже вспоминал, как Попанов, а его герой по сюжету погибал. Просил его показать ему его могилку и почему-то упорствовал в этом вопросе. А когда Прошкин показал декорацию, холмик с простеньким крестом, актер сразу погрустнел и замкнулся в себе. Да и в целом среди актеров есть поверье, что играть собственную смерть не к добру. Надежда Юрьевна в 1994 году выпустила книгу «Четыре музы» Анатолия Попанова. На родине актера, в Вязьме, установлен памятник. На доме, где жил Анатолий Дмитриевич, висит мемориальная доска. Но главным наследием, которое навсегда останется с нами, стали его незабываемые кинороли.